Тишина в аудитории! Тихо, я сказал! Занятие уже началось, кодеты! Принесите молитву Кастеру-помощнику и отворите свои разумы для новых знаний. Сегодня я расскажу вам о вас трое и достойных сынах ее, востроянских первенцах. Уимите свою радость, кадет Патрушев. Что толку в вашей гордости, если вы не способны отыскать свою родину на карте Империума? Завершив молитву, очините перья. Время начинать запись. Востроя – индустриализированный мир, который поддерживает связи с Адептус Механикус еще со времен эры Раздора. Поверхность Востроя покрыта мануфакториями и городской застройкой. Пусть не являясь миром-улием, Востроя густо населена, хотя климат ее далек от идеального. Пейзаж ее, по большей части, состоит из замерзших равнин и развалин городов. С тех пор, как Востроя была включена в Империум Человечества во время Великого Крестового Похода, основной ее задачей стало производство оружия и боеприпасов. Управляющий орган – Олигархический Совет, также известный как Тетрархия. В его состав входят представители местной знати и Архимагас и Адептус Механикус, а также высокопоставленные чиновники имперской администрации. После тысячелетий промышленного производства, Востроя практически полностью лишилась собственной флоры и фауны. Широкий экваториальный пояс, где располагаются населенные сектора, административно разделен на семь управляемых зон. Именно там расположены все города-улья планеты. Собственный потенциал производства продовольствия на Востроя исчерпан, потому она полностью зависит от импорта. Во время долгой войны Востроя не предоставила солдат и припасы императору человечества, пытаясь переждать конфликт и сохранить свое население для работы мануфакториума. Их действия могли остаться незамеченными, потому что в ходе той ужасной войны многие записи и свидетельства были уничтожены. Но божественной воле императора Востроя было отказано в такой анонимности. Когда война закончилась и сторонники экс-актор-трибути из администратума начали подсчитывать ущерб, стало известно об отказе Востроя поднять оружие. Техтриархи были призваны к ответу, и это дело лично курировал примарх ультрамаринов Рабаут Желеман. Столкнувшись с гневом примарха, жители Востроя умоляли техтриархов договориться о возможности загладить свою вину. Желеман предупредил, что покаяние Востроя может никогда не закончиться, но даже когда он изложил печальные условия наказания, техтриархи охотно приняли свой шанс на искупление в глазах императора. Предложение, с которым согласились Желеман и техтриархи, было простым, но с тех пор стало основой существования востроянского общества. Чтобы погасить свой долг перед императором, востроянцы в течение последних десяти тысяч стандартных лет отдают первенца каждой семьи на службу вастро-милитару. В этом покаянии нет исключения, и даже самые знатные семьи должны соблюдать его. Так возникли славные полки востроянских первенцев. Востроя продолжает неустанно трудиться, чтобы выполнить производственные квоты своих покровителей из Адептус Механикус, но погашение долга перед императором стоит на первом месте. Каждой из тысяч мануфакторий, покрывающих поверхность планеты, примыкает священная мастерская, где изготавливают оружие и снаряжение востроянских первенцев. Каждый рабочий вострое посвящает каждый десятый рабочий час на содержание полков. Оружие, которое они производят, всегда обладает превосходным качеством, ибо первенцы — это не только их сыновья и братья, но и единственная надежда на спасение. Первенцы проводят свои тренировки среди покрытых пеплом, выставших из заснеженных равнин, ныне необитаемых жилых блоков перед тем, «Как навсегда покинуть планету, чтобы служить империуму». Что необычно, полки первенцев постоянно пополняются, получая новых солдат с родины, как бы далеко от нее они не находились. Благодаря этому молодые первенцы перенимают опыт закаленных ветеранов, и каждый востроянский полк может проследить свою историю с момента его первого основания 10 тысяч лет назад. Следуя востроянскому предложению первого рожденного, старший сын каждой семьи должен быть записан в полк. Из этого закона нет исключений ни для кого, даже для тех триархов и самых знатных семей. Для большинства востроянцев присоединиться к первенцам является честью, и выплате древнего долга императору уделяется большое внимание. Благодаря этому многие молодые востроянцы оказываются под покровительством родичей, что развивает тесные братские узы среди них. Офицерский корпус каждого полка формируются из потомков благородных семей, в то время как рядовой состав набирается из семей рабочих. Благодаря индустриальным мощностям родного мира и своеобразной организации полковых подкреплений, востроянцы выделяются отличным снаряжением, в том числе крепкой панцирной броней и искусно отделанными винтовками. Оружие и броня передаются из поколения в поколение и богато украшаются. Находясь вдалеке от централизованного контроля империума, востроянские солдаты и офицеры сохраняют довольно архаический внешний вид, отличаясь от других полков имперской гвардии. Их оружие передается от одного первенца к другому по наследству и зачастую стоит гораздо больше гвардейца, которые им пользуются. Первенцы используют длинные и сильно украшенные винтовки. Офицеры пользуются лаз-винтовками, встроенными в топоры. Знаменосцы несут в бой древние родовые сабли и кинжалы, а верхняя часть их тел покрыта ритуальными шрамами. Большую часть востроянских частей составляют полки линейной пехоты, которые благодаря тренировочным условиям новострое чувствуют себя как дома и в холодных районах, и в городах. К тому же, благодаря тесным связям с Адептус Механикус, нередки и востроянские механизированные соединения, состоящие из могучих танков, востроянцы пренебрежительно относятся к тем полкам имперской гвардии, которые они считают менее преданными, чем они. Первенцы строго дисциплинированы и на поле боя действуют как единое братство. Они специализируются на зимних и городских военных действиях. Как будущим комиссарам и штурмовикам вам следует помнить, востроянцы верят, что правильный образ жизни – это тот, который был испытан и принят предыдущими поколениями. Ужас, боль и смерть – справедливая награда за любопытство. Для востроянцев невежество – истинное блаженство. Начните записи с новой страницы. Заглавие. Известные полки востроянских перленцев. Выделите его красными чернилами и постарайтесь запомнить хоть что-то из того, что запишите. Пятый полк. Под командованием лорда-маршала графа Харазана защищал Улий Эуралис на Медузе-5 от войск архиврага. Седьмой полк. Также защищал Улий Эуралис на Медузе-5 вместе с лордом-маршалом графом Харазаном и пятым востроянским. Девятый полк. Также известны как старые забияки. Приблизительно в 790 году 41-го тысячелетия они защищали планету Нимбоса от попыток аннексии мира со стороны богомерзких Тау. Полк героически пожертвовал собой для защиты индустриального города Полия, своим примером убедив имперских жителей не сдаваться врагу. После Нимбоса был переформирован и снова был полностью уничтожен, защищая город Улий Карак Прайм от флота Улия иных ксенотварей, взорвав множество ядерных реакторов города. Заново сформированный полк в 998 году был атакован кланом Вургаан, ордена Астартес Железных Рук, поскольку меняющие форму ксеносы проникли в командную структуру полка. Несмотря на то, что 9-й Вастроянский сравнительно недавно помог клану Вургаан в отбраковке на Эрзатце Прайм, Железные Руки без жалости и сомнений уничтожили скомпрометированный полк. Этот исторический пример должен научить вас бдительностью, кадеты. Даже самый преданный и отважный слуга Императора может оказаться предателем. Но продолжим. 22-й Вастроянский полк сыграл важную роль в освобождении мира Куркарис. Они примечательны тем, что являются одним из очень немногих Вастроянских полков, которые используют эскадроны конной кавалерии. Вастроянцы называют их гусарами, и эти подразделения помогают сражаться с орками в густых лесах Куркариса, нанося быстрые налеты на выезженные просеки в джуглях. 33-й полк сражался вместе с 71-м кадеанским полком против сил Тау на планете Бактар-3. 33-й был полностью уничтожен силами Тау, но смог выиграть время для кадеанцев, которые отправились сообщить командованию, что планетарный губернатор является тайным шпионом Тау. 55-й полк был перенаправлен в Форт Друсус на Култе, примерно через 4 месяца после того, как орки захватили Авито-Гол, до этого сражаясь одинаково хорошо на Ошене, Ариаде и Манус-Гените. В начале кампании на передовую. В данный момент находятся под командованием полковника Николая Александрова. Полковник пользуется уважением других офицеров своего полка не только из-за своего звания, но и потому, что он дальний родственник одного из правящих тех Триархов Вострой и, следовательно, чрезвычайно важный член дворянства. Рядовые почти не интересуются этим, и большинство из них совершенно не знают о его высоком положении, но уважают доблесть этого человека. 68-й полк защищал мир Даника от орочего вторжения и планетарного восстания. Последние известные записи полка указывают на то, что его численность сократилась примерно до 30 человек, все из которых были из 5-й роты. Остальные силы полка были уничтожены войсками бунтовщиков в результате засад. 5-я рота, бывшая варьергарде, понесла тяжелые потери, пробиваясь обратно к имперским войскам. Капитан роты Григориус Себастьев был поставлен руководить выжившими прямо перед тем, как всю группу передали Инквизиции. Дальнейшая судьба этих людей и, соответственно, всего полка неизвестна. Я дам вам время завершить записи. Не забудьте посыпать строки песком, чтобы чернила скорее просохли. Покуда, приготовьте новые листы. Заглавие. Современное положение дел. Выделите черным. И затаскивайте проектор. Сейчас затанцуют пикты. Мир Вострое. Открытие Великого Разлома и наступление Ноктиса Этерна не ослабили непоколебимой лояльности Востроянцев к Империуму. Сама Востроя, как и большинство ее полков, отрезана от путеводного маяка Страномикона, все еще бушующим Цикатрис Маледикту. Однако Востроянцы не только защищают собственные территории, но и продолжают посылать подкрепления в другие зоны боевых действий. Уже 12 лет прошло с падения Кадии, и как никогда нам нужны силы всех наших планет. Без направляющего света Астрономикона Востроянские навигаторы должны летать вслепую, полагаясь на эзотерические карты данных или механическую память для ориентации в опасных и извилистых варп путях. Большинство транспортов никогда не достигают места назначения, либо уходят далеко от цели, либо поглощаются силами Имотериума. Несмотря на разрушительные потери, Востроянцы продолжают посылать свои танки и солдат в темноту. Никогда больше они не будут ждать, когда прозвучит призыв к войне. Кадеты, завершите записи. Отложите перья. Чернила успеют просохнуть. Кадет Патрушев, надеюсь, вы рассказываете своему соседу о величии ваших предков, а не о пустой ерунде, что заполняет вашу голову. Видит Император. Я искренне надеюсь на то, что к тому времени, как вы станете комиссарами, или, не дай святой Кастер помощник инквизиторами, меня в живых уже не будет. Но невзирая на это малодушие, я постараюсь вбить в ваши головы все знания, что доступны мне самому. Ваша задача не только впитать их, но и суметь применить. Отнеситесь же к этим обязанностям, как к своему долгу перед Императором.